мы решили вам подарить сибирский кедр мы желаем вам чтобы он у вас вырос крепкий и у вас чтобы такое же было крепкое здоровье как у этого кедра нашего сибирского чтобы вы дождались плодов это будет очень шикарно думаю плоды боятся через 15 лет ну ничего ничего через через чему стремиться да поэтому мы желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни но и вот это ответ на вопрос что подарили красноярцы за это мы отдадим автомобиль вот наш сибирский кедр посадили в широком точнее просторном месте но когда вырастет раскроется вместо хватило бы спасибо большое нашим красноярским друзьям александру супруги огромное спасибо было очень очень приятно победителем нашего конкурса и счастливым обладателем автомобиля него стал человек под ником валерий юник поздравляю всем доброе утро леди и джентльмены утро пятница 18 июня у нас ну как вы поняли вчера нас так никто не разгрузил то есть вот это вот все бракобесие было ну не то чтобы зря но просто как-то довольно странно себя повел получатель клиент сейчас я заезжаю на территорию разгрузки и расскажу вам просто всю цепочку может быть заранее нужно было что-то записывать эти дни слабо сейчас свободно заезжаем доброе утро товарная касса подскажите как туда чтобы я тут не заблудился у вас все спасибо как все просто оказывается никаких не пропусков не надо ничего так ну пока едем скажем так в среду звоню говорю что я приеду четверг где-то в районе часов трех да все хорошо будешь проходить это с новосибирска я звоню будешь проходить айчинск позвони 12 часов дня звоню с айчинска перед тем как сашей встретились все буду я еду вы там в этом в ожидании все-все-все-все в пол четвертого я подъеху добро приезжают пятнадцать четвертого сюда вот стал на той площадке сразу куда заехал потом сюда переехал ночью уже когда мы вернулись после покатушек по красноярску потому что там я бы не уснул там такая свадьба была там пацаны так лихо отдыхали что думаю нет так склад номер один мы пролежаем дальше я думал здесь вот суть не в это об этом потом 15 ночью звоню все я на месте гей я через час подъеду думал час для губая посплю поваляющий час как раз нормально пол шестого просыпаюсь вечера нет никто беру телефон а у меня сообщение висит от шефа тебя выгружать будут завтра чего-то там у них сегодня сегодня мне утром сказали что печать забыли детский сад 2 чекать не знаю сказали сразу мы не разгрузим все я бы вчера и не несет ну хотя в принципе нет худа без добра вот мы приехали зато вчера так круто время провели вы все видели я впервые в жизни видел сброс воды с гэс как это все выглядит вживую вот по поводу уже по поводу конкурса розыгрыша вот он наш приз и наш подарок который мы везем с сибири сибирский кедр кедр видите такая красота вот он так будет аккуратненько с нами ехать подарок нашему шефу от мафиозной структуры города красноярска я даже не стал спрашивать за него взять вот подробности вчерашней поездки расскажу чуть-чуть попозже пойду вот мне нужно вот по той лестнице подняться и найти какого-то артема отдать ему документы и он скажет какой кран не подъезжать сначала надо немножко поработать а потом уже все остальное как вы поняли вы выгружаемся в порту на красноярска на берегу бурного красавчика енисея все подсказали кран а так так нельзя показывает по кругу мне вот под тот кран который справа ну зачем мне туда я туда буду руками тут еще ездить вот прямо на он красавчик бурный столько воды сливаю до камера я все понимаю камера камерой когда вот это видишь в живую такое количество воды и и эту мощь которая вот прямо там шесть половина этих тысяч там чудо кубов в секунду представьте только себе это но я вот смотрю на эту стену которая перегорожена сразу возникает одна мысль а если она не выдержит сколько ты воды тут ломанется это все представьте все тут нас тут вот этот все смой чертям собачьим да вчера мы классно время провели поэтому последующую заехали поужинать и вообще ужин был просто фантастически я таких блюд не пробовал никогда вкусно сейчас идем расчехляем ся сюда какая стоит очень справа я так понимаю наши это железо она не кстати там сзади лежат наше это железо пойдет дальше куда-то по енисею его куда-то повезут идем сейчас ремни будем развязывать тоже убить и ждут погрузки ну вот хорош наверно мне как бы вот под этот кран посмотрим какая красавица а ставит красавчик вернее я про кедр вот они лежат мои он уже видите тут ну это тоже куда-то вот кораблями все пойдет как это не выглянуть на берег енисея вы что и тут глубоко можно нырять ай красота вон еще какое-то судно тут много все он там нас уже выгружают потихоньку все доехало все хорошо ничего никуда не делась ремни целые блин какое же у него бурное течение да у этого енисея скорость какая как какая-то вот горная речка здесь он тут когда замерзнет когда такая скорость ну и плюс в любом случае вода проходя через газ она в любом случае нагревается уже четыре подъема сделали еще два осталось и все все штуки ждут тоже отправки куда-то в труднодоступные места пойдут в которые зайти заехать сложно или невозможно выгрузим сейчас и поедем грузиться у нас уже есть погрузка все полчаса делов полдесятого мы выгружен товарищ мой еще так и не доехал еще все едет ладно сейчас там все равно полчасика надо ремни пока все развесим все красиво нет но я не сей конечно специфическая река красивая гордая великая мощная это мой клиент там что ли что ты не знаю я ж не буду направо наверно мой этот который по мою душу ты меня уже выгрузили все не там в одно место ну ну здрасть здрасть алло Пять минут, я сейчас занят, мы уже перезвоним, давайте. Что, документы отдавать? А эти вот, что надо, вот эта, вот эта тоже, да? Это чего? Ну, это сколько? А, это все, держи. Это стараться. Две наши тоже какие-то. Ну да. Кружка есть? Можно две мне, если можно. А две мне не получится? Не понял. Две мне. Ну, две накладные мне не получится, Дарь. Как еще раз? Две накладные мне. Тебе? А, в принципе, это же вы же платите, да, по-моему? Я платить шоу. А, все, тогда, блин, достаточно. Так, у нас что сегодня? Восемнадца. Отсылать же не нужно будет, правильно? Нет, я забрал свой документ. Все, все, и все. Мы просто беру две, одну себе для бухгалтерии, одну для отсылания к получателю, к заказчику. А так, как вы и тут, это же на. Шесть мест? Да. Место, вес? Ну, кто? 22,070 там было. 22.070. Там на выездишь ничего не надо на воротах отдавать, ничего? Просто, да. ТН-ка мест не указано, сколько, да? По-моему, нет. Вес только и все, да? Угу. Все, спасибо. Все, тебя скинем деньги. Угу. До свидания. Видите, все на ходу оперативно. Ну, я сейчас все равно пойду. В рабочие увидели весь. Пойду ремни развешу. Сейчас ехать, грузиться. Приедем у нас бардак. Сегодня же и деньги сказали скинуть. Вот. Вот это клиент. Да. Небольшая заморочка, но она, в общем-то, ничего не решающая была. Просто если бы... Хотя, сказали бы, приезжайте сегодня к утру. Мы вчера на Енисей бы не попали. Вы бы в розыгрыше автомобиля не поучаствовали. Я еще не знаю, победитель есть или нет. Но приз я вам сейчас покажу. Вот, братцы. Вот такой прекрасный автомобиль Нива. Именно какой был в автосалоне. Такой же с автосалона. Отправится нашему победителю, кому пока не знаю. Если вдруг победителя не будет, значит, оставлю себе для коллекции. И вот это, можно сказать, именная кружка с города Красноярска от Александра и Ирины. Подарок победителю. Эй, стой! Я думаю, достойный подарок. Все. Про подарки рассказал. Про победителей, возможно, рассказал. Шефу еще лучше подарок, да? Ну, сейчас еще, в принципе. Ну, я вчера показывали. Ладно. Не буду там. Сервис чайный от Михаила. Ну, я его попозже, может, покажу. Если я не забуду. Ну, вы уже вчера его видели, когда... Миш, спасибо. А теперь погнали в прицеп, наводить порядок и поедем грузиться. О, видите, что у нас тут делается. В таком состоянии, конечно, не поедешь. Сейчас это все развесим, уберем. Ну, минут 30 нам это надо. И поедем на погрузку. Грузиться нам тут рядом. Повезем. Но если еще до сих пор ничего не изменится, повезем мы доски. Ну, доской велим грузиться на Смоленск. Плоховато, конечно, что на Смоленск. Но вроде бы и Минск рядом. И как с этими потом шумоданами добираться? Ну, это ерунда. Это мы разберемся. Главное, что погрузка есть, что мы стоять не будем. Вот, в принципе, для чего все и делалось, чтобы выгрузиться в четверг. Ну, выгрузились в пятницу. Но главное, что мы взяли на пятницу погрузку. Поэтому убираем. Сейчас ПХД туда-сюда. Все это развесим. Потому что ремни нам будут нужны доской грузиться. По-любому. И поедем. ПХД. 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 Уея. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok сильно по этому поводу все пошли закрываемся а гайки собираешься полетник закидываю и поехали выехал кофейку попил а то утром проснулся 8 часов 805 позвонили сказали заезжай на выгрузку приехали вчера только в это час ночи сначала сначала здесь стоял но я вечером вчера ночью переехал тут такая свадьба была и вообще не знаю как они тут топ разъезжались здесь половить машин много стояла половина просто практически на ногах не стояли такая свадьба такой фестиваль но что сделаешь игре в 15 4 позвонил мне сказали через час приедем я лег час подремать проснулся в 6 часов вечера не клиента никого только sms к висит лёша загрузят завтра так вода вода нам не надо вода у меня есть зато мы классно крупнулись вчера все-таки прокатились газ посмотрели сброс воды 15 лет нет ни пятнадцать в пятнадцатом году или в девятом году нет пятнадцатом году последний раз вроде бы это был могу ошибаться могу ошибаться по-моему в пятнадцатом году последний раз проводили такой сброс зрелище друзья я поймал камеры это все не передает но это надо просто вот живу увидеть просто этот это мощь воды выглядит это все до такой степени классный эффект на что просто нет слов братан как-то надо чтоб может на волю притормозит коллега я думаю что да ну а теперь все мы едем на погрузку ехать нам тут восемь километров вот что тоже хорошо все рядышком позвонил сказали все проезжайте мы вас ждем грузиться будем на смоленск всем этим рейсом мы свой заезд закончим пойдем назад соответственно по пятерке заберем там михал владимира еще в пензе как обычно вот завезем в москву шефа подарок туда-сюда ну а там посмотрим смоленске может выгрузимся может я решу вопрос начальством смоленский прицеп отцепим головой крутанёмся воршу а в общем-то недалеко там получается смоленскому 100 километров тягачом туда 100 километров обратно то есть крутанёмся чтобы не надо был этот поезд тут это вот все там с этими сумками намного легче было но это лад да это еще сегодня наша задача загрузиться сегодня 18 июня выгрузка у нас на 27 стоит поехали все ничего сегодня погрузиться посмотрим может куда проедем еще время только 11 тоже зависит как тут грузить будут чего почем сегодня пятница соответственно красноярд сегодня на выезд тоже будет весь стоять ладно это проблемы будем решать по мере их поступления все тут колечко сейчас едем загружаться были погрузки на гродно были погрузки на ростов но больше всего меня волновала погрузка на гродно но все как всегда пошли узнавать там прокладка на прокладке и по итогу с гродно ничего не вышло как бы вообще было красиво прям до дома доехал бы вот этот пост с вашим говорит когда-то когда вот этого моста того не было через енисея все здесь есть ой говорит зверствовали они тут весь поток шел и транзит и в краснояр все шло через этот пост вот через это похоже на этом космический не космический корабль на вас на луноход какой-то но сам факт говорит что это что-то творилось мы горит на автобусах и то старались его объезжать через город по другим мостам пересекали енисей сейчас мы опять будем переезжать сейчас сброс уменьшился видите воды сбрасывали почти 8000 кубометров в секунду сейчас сбрасывают в районе 6 получается и уровень воды уже в енисеи уже упал потому что вот набережные даже в городе были уже нижние набережные были затоплены но все равно уровень воды большой постепенно не его уменьшают было открыто вот три шлюза когда мы были а так было до этого 4 шлюза открыто но представляется на мощь какая все равно если красавчик но красавчик и все я не знаю нравится мне эта река больше всего газ на каких на какой реке не на енисеи случайно но вся на случай такие мощные вот как саяна шушинская там тоже сброс идет и поставлять там она в два раза выше 240 метров высота ну там как-то говорят сбрасывают по ступенькам там вот такой красоты нету как здесь вы представьте такое такой массу воды начать сбрасывать с высоты 240 метров вы представляете чтобы здесь же тоже получается кассе сейчас вот вода она слетает вниз потом вот так вот подлетает вверх и потом уже только падает уже в реку в русло мощь конечно там это все вообще шум такой стоит такое чувствуется что чувствуется сила так за моим тут бла-бла-бла мы почти приехали сейчас вот на эту направо дорогам как вот мы заезжали сюда красноярск сейчас же направо сюда и крутим и тут еще остается 5 километров и мы на загрузке улица пограничника вот она ваша наша наша так что здесь у нас здесь у нас ремонт понял почти до против русала будем грузиться салона сейчас слева красноярский алюминиевый завод нам через полтора километра направо ну сейчас недолго мы пустые проехали частном опять я думаю тонны двадцать две валят в легкую вот здесь к нам ну через 800 метров через 800 метров направо в принципе хорошо нам отсюда сразу на выезд можно сказать из города то вышли тут промзона уже остается промзона уже остается вот сюда вот куда вот это сам асфальчики пошли вот сюда вот куда вот это сам асфальчики пошли жилья грузовик только направо это как понять на следующем повороте поверните направо интересно готовьтесь к правому повороту через пятьсот десять метров интересно интересно я по координатам еду я по координатам еду приставали координаты надеюсь едем правильно на следующем повороте поверните направо на мебельная фабрика номер два ну а вот все доски я и доски наблюдаю значит сюда пойдем глянем что там на тк на в и в а в в в в но он уже загрузился должен по идее отъехать там вот цех в самом конце за ним открытый ну в общем на его место где-то на площадь я понял хорошо хорошо с двух сторон как бы не очень приятно зря мне зря все ремни развешивал только поэтому так-то раскрыться то вторую сторону тоже никаких проблем но что с двух сторон ремни подают большой погрузчик на спросить еще с одной стороны никак нельзя или что надо посмотреть как тут она он тоже с двух сторон расчехленный еще вяжется человек цех какой-то короче короче мы разворачиваемся заезжаем задом туда ну сдох значит с двух ничего страшного ну развязал ремни ну что тут и завязал ну сейчас развяжем с двух сторон крайне редко обычно всегда грузят с одной там уже погрузчик нас ждет как это там ладно господи где лофта тем более торопиться нам особо некуда ну как некуда нормально? все, да? а я спрашивал я спрашиваю я спрашиваю документы на машину я спрашиваю в матор Паспорт последнее предпоследнее Ну просто белорусский паспорт смотрят И начинают как в российском А, уже знаете, да? Все, я понял Ну сейчас я тут минут пять, десять, пятнадцать Да вы не торопитесь, у нас в тренадцатый час был объект Блок Да, мы приехали в полненадцатого Ну понятно Как раз после обеда начнем Да, мы даже без детей Ну, главный материал начнем Ну, ясно Ну, сегодня главное, что мы сегодня загрузим Все Вот он Братцы Шторный романтизм Движение, это, кажется Для фигуры полезно Хоть какой-то Движняк Тут, да сюда Сдвинуть Ну, правую сторону Это, конечно, перебор Ну и не столько даже то, что перебор раскрыть Мне за ремни жалко Только все развесил Ну ладно Сейчас у них обед Все по расписанию Как раз приехали в полдвенадцатого Двенадцати обед До часу Вот Видится, все Ну, я потом их все равно развешивать уже не буду Погрузят то, что использую Остальные просто позасовываю сюда Уже когда выгрузимся Опять будем развешивать Короче, ждем Ждем После обеда начнут грузить Тут не просто доски, изделия какие-то Ну, посмотрим, что там накидают Все, после обеда пошел у нас процесс Террасная доска Ну, вагонка Листыница, правда Аккуратненько парняга старается грузить Молодой грузчик Надо здесь зазор какой-то Но он с этой стороны, сказал, подъедет, толкнет Еще сверху будет по пачке кидать И Потом будем увязывать Потом покажу по итогу, что получится Сейчас хочет переднее подровнять Немножко, видите, скривленно Ну, вагонка Ну, вагонка Она не пошла Чуть-чуть еще надо Она стоит на месте Так, а если просто лапами подъехать И так вот, просто Так нельзя, да? А, тонко Но там уже Ну, чуть-чуть толкни, да и все И оставляй так, никуда она не денется Пойдет Нельзя сбоку подъезжать Не помять вагонку Продукцию не спорти Продукцию не спорти Продукция не спорти Продукция не спорти вот как-то так время без 24 15 пачек кажется 369 да и 6 15 все ремешков тут навязал я думаю от души по 4 тут 4 8 12 16 здесь 2 18 штук нормально много не мало правильно все эту сторону я уже собрал сейчас еще 15 минут собрать ту умыться заберем доки и в самые пробки будем пытаться выезжать ну хотя здесь у нас пробок то не должно быть а там уже за городом посмотрим тут еще товарищем с одним надо встретиться вы его знаете он уже меня почти ждет я говорю нужды это пинары у меня штора то что-то вот короче примерно вот как-то так вагонкой 20 тонн по весам было нормально 98 показывала на вторую я думаю еще назад будет пачка как-то эту пачку можно было и назад бросить нормальный проблем нет все осталось только собраться и вперед и 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